Очень краткая история. В большем еврейском сообществе я не буду вас учить так, как я там учу, тут я вам по-другам это представлю, потому что сионизм сам по себе корнями уходит своими христианствами, и, конечно же, эту историю евреи не хотят передавать, потому что они хотят, чтобы евреи были очень позитивно настроены к христианам. Происхождение современного сионизма корнями восходит к пауританам в середине 17 века, к пауритане, которые верили в возвращение в землю еврейского народа. И развилась такая теология, что евреи возвратятся в землю до того, как примут Ишуа. И не каждый верил в это. Некоторые верили, что они возвращаться в землю в Ишуа после возвращения Ишуа. Это повлияло на движение в Германии, которое называлось лютеранские набожники, пиетисты. Не так важно знать имена, но если хотите. И они повлияли на человека, которого звали Людвиг ван Зинзендорф, который также был лютераном, лютеранином. Он основал в этом городе общину, Горнгут. И он также верил в восстановление еврейского народа. И, наконец, в итоге к нему обратились моравские братья, которые происходили из Центральной Европы, из округа Бохемия, из Польши, которых преследовали, предупреждали они гонения. И они попросили, чтобы он стал их епископом. И вот так началось движение моравских братьев. И у него было такое желание видеть спасение еврейского народа. Так что в 18 веке его некоторые лидеры основали мессианскую синагогу в Амстердаме в 18 веке. Это очень интересная история. Это была тайная синагога. Там были члены, раввины были членами этой синагоги. Это очень интересно. И это движение повлияло на христианство в Британии. Также в скандинавское христианство. В Скандинавии была лютеранская церковь. Англиканская, преспатерианская, баптистская, в Англии. Всевозможные церкви. Поэтому к концу, к середине 19 века Великобритания решила, что это их национальная судьба такова, чтобы восстановить восстановить евреев в своей земле. И как результат, в результате этого в 1840 или около того года Парламент Великобритании Великобритания, самая великая держава того времени издала указ указ о назначении епископа в Иерусалиме протестантского еврейского епископа Который бы готовился к возвращению евреев в землю. Так, чтобы в Израиле было присутствие протестантов еврейских протестантов И так, чтобы они потом, в свою очередь, смогли привести еврейский народ к Иешуа. Это история Майкла, Соломона, Александра. И британцы верили, что евреи будут возвращаться в Израиль. И евреям не нравилась эта идея. Зачем? Поскольку развилась такая традиция в ортодоксальном иудаизме из-за всех поражений в войне против Рима мы не возвратимся в землю до тех пор, пока не придет Мессия. И Он нас возвратит в землю. То есть, сначала должен быть Мессия, а потом возвращение. Поэтому ортодоксальные евреи были настроены против сионистов. И, конечно, в конечном итоге, после сионисты. Если сионисты значит возвращение евреев до пришествия Мессии, то ортодоксы были против этого. И либеральные евреи также были против сионизма. Реформаторские евреи, который начался в Германии и распространился в Англии и в Соединенных Штатах. И очень сильно развился в Соединенных Штатах. Поэтому большая часть синагог в Соединенных Штатах — это реформаторский иудаизм. Религиозные либералы. Они также не хотели существования сионизма. Скажите, кто-то может сказать мне, почему? Их видение в том, что иудаизм станет мировой религией, параллельно будет существовать с христианством и с исламом, и что люди со всего мира будут приходить в иудаизм, переходить в иудаизм. Поэтому они подходили к иудаизм более с религиозной точки зрения, и не националистическими взглядами. И даже не этнически. Некоторые реформаторские евреи не хотели отрождествлять себя с возвращением землю, с восстановлением храма и с возвращением Мессии. Они больше в этого не верили. И в 19 веке возникает группа евреев, которые были настроены по сионистки. И знаете, кто это? Это светские социалисты, которые не хотели никакой связи иметь с религией. И эти светские социалисты именно их поддерживали христиане, которые хотели их возвращения. Поэтому вот христиане поддерживают тех, которые, можно сказать, почти атеисты. Интересная история вообще. Барон де Ротшильд Барон де Ротшильд Барон де Ротшильд Банкир, который был из Германии или Англии. Ротшильд Один из самых богатых людей в мире. И он стоял за всеми этими поселениями. И очень интересно, потому что кто контролировал вообще Святую Землю? Кто? Турцкая империя. Поэтому Британия поощряет Турцию, чтобы там разрешала поселенцам переезжать. Поэтому арабские мусульмане продавали, с согласия турок, землю евреям, и какую землю они им продавали? Очень плохую землю. На болотах, где камни одни. И эти должны были что-то сделать с этой землей. Те умирали от малярии. Очень было трудно. И с христианской стороны был один из главных финансистов. Лорд Антони Купер. Шафтсбери. Седьмой граф. Седьмой граф. Шефтсбери. Округ в Англии. И он собрал много жирства денег для этого. И, может быть, почти 50 лет он поддерживал весь этот проект до тех пор, пока не состарился. И было партнерство между этими светскими социальными евреями и христианами. Вот так и начался сионизм. Очень интересно. Но это было движение маленькое, оно очень многого не достигло. До тех пор, Пока Теодор Герцер не стал сионистом. Он стал сионистом после того, как увидел большую несправедливость во Франции. Когда полковник Дрейфус был посажен в тюрьму за предательство. А этого он не делал вообще. А все свидетельства были против него. И есть один очень известный французский писатель. И он увидел эту ужасную несправедливость. И он написал об этом книгу. «Жа Акьюз» или «Обвинение». Или же называется «Ай Акьюз». «Ай Акьюз» или «Ай Акьюз». «Ай Акьюз» или «Ай Акьюз». Он собрал мировой сионистский конгресс. И во время этого конгресса, хотя все это еще было меньшинство, он смог промобилизировать большую часть евреев для поддержки сионизма. И он сказал, и он написал книгу под названием «Еврейское государство», и это то, что он сказал. «Сегодня я дал начало, родило еврейское государство». И вскоре оно будет видно. Если не сейчас, то точно через пятьдесят лет «Еврейское государство родится». Это было удивительно. Потому что пятьдесят лет спустя «Ям Ха Ацмаут» пятьдесят лет. Вот такой срок он определил. И у Теодора Герцеля были свои взлеты и падения. Также его поощрял каплан Венского посольства, которого зовут Хершель, Хершлер или Херш? Хершлер. Хершлер. Уильям Хершл. И он был англичан Сионист. Зионист англичан христиан. Он был сионистом из англичанской церкви. Он был основным советником Херцеля. Поэтому евреи продолжали скупать землю, основывали поселения. Затем Первая мировая война настала. И в тот момент арабы с удовольствием продавали землю евреям. Почему? Это было плохо. Земля плохая. Почему еще? Потому что хотели деньги за нее. можно было намного больше денег получить от евреев, скупавших все эти земли. Они даже не могли этого себе раньше представить в своих мечтах. поскольку евреи платили намного больше цену, чем она того стоила. И теперь это начало уже беспокоить некоторых арабов. если это будет продолжаться в таком же темпе, то мы вообще утеряем свое доминирование, мы не будем контролировать эту землю. И вот тогда начались ранние конфликты. Ну, ничего особенного. Первая мировая плюс Турция вошла в союз с Австрией и с Германией. И они проигрывают войне. И Первая мировая стала одним из таких переломных моментов. Если подумать, что произошло в результате Первой мировой войны. Это просто невероятно. Сверхнут царь. Убит. Затем пришел к власти коммунизм в Москве. Была разрушена Австро-Венгерская империя. Император из Хапспурга передал свою власть. И также Турецкая империя развалилась. И новые лидеры Турции пытались уже создать новое светское государство. Ататюрк его звали. Вы все любите историю, не так ли? Поэтому теперь в результате этой войны Кто теперь контролирует Израиль, Палестину, Иорданию, Египет, Англия? И это очень важный момент. Премьер-министр Англии, которого звали Ллойд Джордж, который вырос, был воспитан христиано-сионистской семьей. Это окошко такое. Этот иноземный премьер-министр Другой иноземный премьер-министр, Лорд Балфор. Артур Балфор. Балфор. Как его звали? Валерий Иванович. Б-А-Л-Ф-О-Р. Артур. Балфор. Балфор. декларация Бальфора написала в 17-м году. Один из самых важных документов в истории мира. И в декларации Бальфора, там была записана политика Британии в отношении того, что Британия поможет евреям основаться в своей исторической земле. И они не так ясно это записали, что это будет независимое государство. Но большинство евреев так это восприняли. И тот генерал, который захватил Иерусалим. Основной, главнокомандующий в этой войне. Как его звали? Генерал Аленби. И этот генерал вошел Он вошел по мосту из Ирдании в Израиль. Теперь этот мост называется. Мост Аленби. И генерал Аленби также был христианином и приверженцем сионизма. Разве это не удивительно? Поэтому сионистские евреи очень радовались этому. Они видели, вот возможность. И что произошло потом, что в 1920 году прошла перемена правительства Британии. И впервые за 120 лет В Британии воцарилось, основалось анти-зионистское правительство. И теперь они уже ограничивали иммиграцию евреев. И теперь начали происходить, уже часто участвуются арабо-израильские конфликты. Арабо-еврейские конфликты. Самые большие конфликты, это два крупных таких уничтожения. Были уничтожены евреи из Хеврона в конце 1920-х годов. И также территория под названием Гуш-Эт-Зион. Поселение недалеко от Мефлиема. Там также были убиты все евреи. И поэтому очень так ревностно относятся к тому, чтобы евреи не уходили из Хеврона и не уходили из Гуш-Эт-Зион. Очень сильно помнят о тех событиях. И еврейские поселения все же продолжали расти. И евреи продолжали скупать землю. И затем, с пришествием нацистов к власти, еще больше евреев начало переезжать в Израиль. Все еще британцы пытались ограничить этот поток. Но, тем не менее, оно рос и рос. И что теперь возникали большие конфликты среди арабов. Среди тех, которые все еще хотели продавать землю. И те, которые не хотели продавать землю. И что теперь арабы были настроены против еврейских поселений. И британцы недостаточно защищали эти еврейские поселения. А евреи решили, что им следует развитие какую-то оборону. Каждый регион должен иметь эту оборонную систему. Это очень интересная история. И что британская армия, которая контролировала Святую Землю в то время, был один офицер британской армии, который тоже был христианином-сионистом. Орди Вингейт. Скандинавское имя майор Орди Вингейт. И он, можно сказать, стал основателем армии израильской. Отец израильской армии. И он тоже христианин-сионист, и он обучает армию Израиля. Кто рассказывает такие истории в еврейской общине? Ты. 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 Поэтому мечта Орди Вингейтса такова была. Повести Израиль в освободительной войне. Началась Вторая мировая война. И так получилось, что этого Вингейта перебрался в Восточную Азию. Он, как бы, в битвах участвовал в Африке, в Египте, и стал очень известным. Но все равно он все еще хотел возвратиться в Израиль. Затем его повысили, и он стал генералом. И затем он погиб в авиакатастрофе. И начиная с второй половины 30-х годов до 47-го года происходила большая борьба в Святой Земле. Еврейский народ защищал себя. В то же самое время евреев перевозили незаконно в Израиль. Британцы хотели удерживать этот процесс. И также евреи принимают участие в войне на стороне британцев. Поскольку арабы присоединились к нацистам. Поэтому происходит очень странная ситуация. И также Британия побеждает вместе с союзниками во Второй мировой. И все еще они пытаются ограничить иммиграцию евреев. И теперь Лига наций хочет решить эту проблему, этот вопрос. И они разрабатывают план разделения на Палестину и на Израиль. И наконец новообразованная Организация Объединенных Наций в 47-м разработала окончательный план разделения. И после того, как согласившись с этим планом, арабы начали гражданскую войну. Это тоже очень удивительно. Если до того времени, евреи никогда не забирали никакой земли у арабов. Вся земля была куплена легально и добровольно. И ни один кусочек земли не был взят. И всегда антисемиты и антисионисты забывают об этом. Еще произошел один важный момент. Это возникновение нового понимания в ветви ортодоксального сионизма, едуизма. В 30-х годах был один главный раввин едуизма, Авраам Кук, который сказал, что на основании Библии он видит, что должно быть возвращение евреев в землю и предотвратить подготовка к пришествию Мессии. И что ортодоксальный иудаизм должен быть сионистским. Это очень огромный такой фактор, потому что на основании этого движения вышли ортодоксальные сионисты. То, что последователи Кука, они заселили западный берег. И современные ортодоксы не носят черное пальто и шляпы. Они носили экипы. Они служат в армии. Поскольку у них религиозная мотивация. Поэтому вот как произошел религиозный сионизм. Это второе. Реформаторский либеральный иудаизм тоже стал сионистским. Почему? Из-за Холокоста. И теперь еврейский мир полностью про-сионистский. Кроме ультра-ортодоксов, которые одеваются в черное и настроены против еврейского государства. И что происходит? В гражданской войне с 1947 года. Когда ООН проголосовала за план разделения. И евреи приняли это. Арабы отвергли. И британцы сказали, как бы, мы, как бы, уносим ноги. Мы уходим. Вот что интересно. То есть евреи, которые помогали евреям в их борьбе. А были также евреи, британские офицеры, которые поддерживали арабов. И теперь евреи борются с британцами, британцами, которые запрещают иммигрировать. И то, что британцы удерживали, не давали выжившим в Холокосте возвращаться в Израиль также. Против этого тоже евреи должны были бороться с британцами. Это была очень такая напряженная борьба. И поэтому в гражданской войне жизни были потеряны и теми, и другими. Потеряли людей. Но все равно в той гражданской войне евреи отвоевывали больше и больше по сравнению с арабами. Так что сила арабской милиции, военных сил, практически была уничтожена в Израиле. Благодаря оборонным силам евреев. Но все равно в этот момент евреи не отвоевывали новых земель. То теперь, что произошло? Британцы установили дату, когда они уйдут. Евреи решили определить дату проглашения независимости. И война за независимость началась после 14 мая. Прямо как в Соединенных Штатах. То есть мы воевали в войне до 4 июля или после 4 июля. Но против тех окружающих народов, которые пошли в войну. Против сирийцев. Иордани. Ирака. Египтян. Все они пошли в войну. Это была опустошительная война и очень трудная. Иерусалем был в осаде. И те хотели молдом, голодом заморить евреев. И люди не знают, но 10-11 месяцев ушло на эту войну. Некоторые территории хотели завевать, но так и не получилось. Западный берег. Газа. Летун. 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 Летрун. Летрун. Еще у нас есть это место, город. И теперь евреи забирают собственность земли от арабов. Некоторые арабы убежали с той мыслью, что возвратятся с армией. Десятки тысяч арабов просто убежали, ушли. И мы, как евреи, нам нравится рассказывать эту историю. Нам не нравится рассказывать историю о том, что мы заставили всех евреев уйти со своих домов, со своих семей, полей арабов. Почему мы так делаем? Почему мы так делаем? Зачем? Потому что те границы, которые были назначены на… Границы, которые определил ООН. Абба Ибон, первый секретарь ООН, он говорит, это границы Аушвицца. Границы. Границы. Границы, которые уничтожили, не защитные границы. Это приведет к нам, чтобы обеспечить эти границы. 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 А ООН провело границы. Которые невозможно защитить. Трудно очень. Вы понимаете? Поэтому он назвал их границами Аушвица. Потому что в результате это приведет к нашему уничтожению. И евреи воспользовались возможностями этой войны. захватив арабские деревни, поселения, именно те стратегически важные пункты, и ради цели выживания Израиля изменили границы. В 1949 году произошло официальное завершение войны. И после этого возникают проблемы с арабскими беженцами. И вместо того, чтобы поселить этих арабов в других странах, в других землях, еще очень интересный факт. ООН не причислила этих беженцев к своему общему списку беженцев, потому что у них там миллионы различных беженцев. Но они создали такое специальное агентство, агенцию именно для арабских беженцев. И позволили, чтобы те поселялись в лагерях. Потому что арабы сами, арабские страны их не принимали. вот каковы происхождения наших сегодняшних проблем. была война в 1956 году, и никаких особых изменений не было. в 1973 году война тоже без особых перемен. Кроме того, что был заключен мирный договор Египт и Ордания. Египет и Ордания. Но все же была основная перемена. в 1967 году, когда Израиль захватил Газу, Синай и Западный берег. В 1973 году отдали Синай и Египту ради мира. Но удержали Газу и Западный берег. И вот, как бы, наше сегодняшнее состояние теперь. И когда мы возвратимся, я дам вам свою оценку всего этого. Это помогает вам? Вы понимаете это? Это большая часть еврейской жизни. И что, должны ли мы быть сионистами?